Приветствуем вас на канале XDelayt! Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию пилотный выпуск нашей новой рубрики, посвященной жанрам игровой индустрии. В рамках такого формата мы бы хотели не столько рассказать об особенностях и истории конкретного жанра, сколько посмотреть на нынешнюю ситуацию и, возможно, даже немного заглянуть в будущее и поразмышлять о том, что же нас ждет дальше. Кроме того, мы будем брать одну из недавних игр, которая, по мнению автора рубрики, является почти идеальным представителем своего жанра. Конечно же этот выбор может быть весьма субъективным, но каждое мнение имеет право на жизнь, особенно если оно подкреплено хорошими аргументами, что наш автор и постарается вам предоставить. Кстати, это совсем не означает, что после выхода выбранного проекта больше не было достойных представителей жанра. Безусловно, они всегда есть, но выбранная нашим автором игра – это один из лучших примеров. Если вам такая рубрика зайдет, ставьте лайки и пишите в комментариях, на какие жанры нашему автору стоит обратить особое внимание и рассказать о них в следующий раз. Так, мы уже немного затянули, пора начинать. Наша сегодняшняя первая часть пилотного выпуска посвящается жанру сурвайвл-хоррор. Если обращаться к предпосылкам появления жанра сурвайвл-хоррор, их определенно можно связать с литературой ужасов, в частности с произведениями Лавкрафта, из которых разработчики черпали свое вдохновение для создания различных ужасающих существ. Кроме того, нельзя не упомянуть и фильмы ужасов, а если точнее, то поджанр слэшеров, который характеризуется наличием маньяка и главных героев. И цель последних заключается в выживании любой ценой. Но при этом остаться в живых у протагонистов шансов очень мало, так как они либо ограничены в своих силах и возможностях, либо убийца, по сравнению с ними, обладает сверхчеловеческими способностями. Обычно два эти элемента друг от друга не отделены. Ну и конечно, сурвайвл-хорроры основываются еще на множестве различных произведений культуры, таких как, например, детективные романы, японский кинематограф, театр. А если совсем углубляться в тему, то можно было бы сказать, что причиной появления подобных проектов является природа человеческого страха. Не будь у человека такой эмоции, создание чего-то пугающего во многом было бы лишено смысла. Но вернемся к истории. Первые попытки разработать нечто, что могло бы напугать игрока, были предприняты еще в конце 70-х, в начале 80-х годов прошлого века в различных текстовых играх и графических квестах. Разнообразные аркады или экшн-платформеры также содержали в себе различные элементы, которые можно было бы назвать пугающими. Однако по большей части произведений этих лет вряд ли бы могли кого-то напугать. Тем не менее, мы не говорим, что это были плохие игры. Кастлвания хоть и была наполнена персонажами фильмов ужасов и различной нечистью, а также отличной атмосферой замка Дракулы, очень вряд ли, что кто-то из-за нее плохо спал по ночам. Ну а если игроку только не снился уровень, в котором он не мог одолеть смерть. Впрочем, не стоит упускать из виду то, что даже тогда разработчики предлагали интересные концепции, которые хоть и в малой степени, но все же повлияли на становление жанра. Сейчас мы имеем в виду игры по типу 3D Monster Maze, Nostromo и Haunted House, в которых главного героя помещали в какую-либо локацию, лабиринт, космический корабль или дом с привидениями. Но вместе с ним там находился и монстр, спастись от которого можно только путем, ведущим к выходу. Тем самым игрок был помещен в замкнутое помещение, из которого ему нужно было найти выход, но в этом ему всегда мешает тот или иной главный злодей, представленный в виде чудовища. Более интересным примером является игра Shiro Sensen War of the Dead, вышедшая в 1987 году. Проект рассказывал о женщине-спецназовце, которая спасала выживших людей и отводила их в безопасное место в изолированном городе, населенном монстрами. Геймплейно игра была соткана из других жанров. Тут были, как часть элементов из JRPG, в частности из Dragon Quest, так и различные находки экшен-платформеров. Но во многом игра подкупала именно своей атмосферой, музыкой и графической составляющей. Кроме того, у главной героини очень часто кончались боеприпасы, а также был ограниченный инвентарь. Однако из ранней историй жанра все же наиболее примечательна игра Sweet Home, вышедшая в 1989 году и основанная на фильме «Милый дом» японского режиссера. По сюжету пять главных героев отправляются в старинный дом, в котором 30 лет назад таинственным образом пропал известный художник. Их цель – восстановить фрески, созданные Творцом. Но уже вначале они попадают в ловушку и оказываются заперты в особняке таинственным призраком. Теперь их главная задача – это выбраться живыми. Для этого им нужно исследовать особняк, в котором множество головоломок, опасных противников, сражаться с которыми это чаще всего не лучший вариант. А также различных записей, помогающих разобраться в сюжете и в том, что же все-таки произошло в этом доме. Sweet Home не раз называли одним из первых представителей жанра survival horror и той игрой, которая оказала большое влияние на Resident Evil. Но к ней мы еще вернемся. Ну и, наконец, нельзя не отметить игру под названием Project Firestart, о существовании которого многие даже и не знают. Сам проект определенно был вдохновлен фильмом «Чужой». Главный герой тоже попадает на космический корабль, населенный чудищами, с которого ему любым способом нужно сбежать. Геймплей нам уже знаком. Изучаем корабль, старательно отбиваемся от монстров, иначе останемся без боеприпасов. Ну и читаем записи членов экипажа. Настоящим скачком вперед стала игра Alone in the Dark, вышедшая в 1992 году и вдохновленная произведениями Эдгара Алана По и Лавкрафта. Именно ее принято называть родоначальником жанра survival horror, ведь многие ее элементы впоследствии станут ключевыми для этого жанра. В подробности сюжета этого проекта мы вдаваться не будем, а становимся лишь на геймплейных особенностях. Прежде всего стоит сказать о том, что Alone in the Dark была первой представительницей жанра, выполненной в 3D. Ну, почти в 3D. Это в основном относится к персонажам и некоторым объектам окружения, тогда как фоновые вещи и сама картинка в целом были статичны. Но подобное решение вряд ли можно назвать минусом. Во многом это создавало эффект неожиданности, когда ты не знаешь, что может ждать тебя в другом конце комнаты, при переходе через которую ты сталкиваешься с монстрами или ловушками. Кстати, с противниками в игре можно сражаться и даже уворачиваться от них. Но иногда таких столкновений лучше избегать, все же это не экшен-игра. Ну а для того, чтобы одолеть некоторых из них, нужно обладать особыми предметами или решить головоломку. Кроме этого, главный герой имеет ограниченный по весу инвентарь. Если подытожить весь геймплей Alone in the Dark, то это изучение поместья, в котором нам придется открывать потаенные уголки, решать загадки, сражаться или избегать монстров, читать записки, чтобы еще больше узнать о мире игры, и в конце концов выживать. Помимо специфической камеры, проект пугал и музыкальным сопровождением, которое вместе с дизайном помещения и чувством одиночества главного героя не могло не создавать необходимую атмосферу. Сегодня Alone in the Dark по праву считается культовой игрой и одним из главных представителей жанра survival horror. Печально лишь то, что далеко не все ее последующие части имеют такой статус. Мы же, пожалуй, продолжим. И прежде чем перейдем к одной из главных серий жанра, стоит сказать еще о двух проектах. Первый – это Доктор Хаузер. Главная особенность игры заключалась в том, что там можно было переключаться между видами от первого и третьего лица, а также была возможность включить наблюдение сверху. Кроме того, в игре не было противников как таковых. Главный злодей – это дом, по которому перемещался наш герой и пытался избежать его ловушек. Второй проект – это Clock Tower, представляющий из себя графический point-and-click квест. В нем главная героиня вместе с друзьями оказалась заперта в поместье. Но так просто выбраться из него не получится, ведь за ними охотится ужасный человек-ножницы, от которого остается только прятаться. Игра была хорошо оценена и в будущем получила несколько продолжений. Ах, что-то у создателей сурвайвал хорроров на тот момент была не так уж сильно развита фантазия. Одни закрытые дома до поместья. И вот 1996 год стал поворотным для всего жанра, ведь именно в этом году вышла первая часть культовой серии Resident Evil. Если уж где-то и заходит речь о жанре сурвайвал хоррор, большинство определенно вспоминает эту серию. Вдаваться в подробности ее игр мы с вами не будем, ведь вы и так наверняка все знаете о корпорации Umbrella, отряде Stars, Крисе Редфилде, Джилл Валентайн, Вескере и других персонажах серии, которые появляются в последующих частях. Если же вам хочется больше узнать об играх Resident Evil, рекомендуем ознакомиться с нашим роликом, посвященным серии из рубрики «Раньше было лучше». Однако, прежде чем мы пойдем дальше, все же скажем пару слов об оригинальной игре. Изначально она задумывалась как ремейк уже упомянутой игры Sweet Home, а за разработку отвечал Синзи Миками, которого определенно можно считать отцом не только серии Resident Evil, но и жанра сурвайвал хоррор в целом. Кроме того, Миками даже задумывался о том, чтобы сделать игру от первого лица, но в итоге остановился на геймплее, схожем с серией Alone in the Dark. И вот мы получили то, что имеем. Огромный особняк, да-да, снова особняк, и близлежащие к нему территории, которые мы исследуем на протяжении всей игры. Поначалу мы не имеем доступа ко многим проходам, но понемногу продвигаемся как по самому поместью, так и по сюжету игры, распутывая все нити, если, конечно, нам хватит смелости. Ведь даже сегодня, ничуть не меньше, чем раньше, вновь пугает статичная камера. Зайдя в комнату, мы можем только услышать звуки зомби, а если подойдем поближе, то избежать укуса не получится. Если хотите получить краткое резюме по оригинальной игре, можете вернуться на момент, где мы рассказываем про Alone in the Dark. Только в Resident Evil все сделано более пугающим, интересным и с удобным управлением. Ну и экшена добавили немного побольше. Впрочем, столкновений с зомби все еще лучше избегать. Успех Resident Evil способствовал не только появлению сиквела в серии, к которой мы вернемся только на четвертой части, а второй и третий, скажем лишь, что они были отличными, но также и к созданию новых игр в жанре. Такой игрой стала Silent Hill, вышедшая в 1999 году. Несмотря на то, что она относится к тому же жанру, что и Resident Evil, игра про туманный город напугала игроков совсем иным способом. Если первая делала акцент на зомби и ужасах, связанных с ними, то вторая понемногу давила на игрока своей атмосферой постоянного напряжения, когда даже само пребывание в игре вынуждало выходить из зоны комфорта и ждать подвоха каждую минуту. Искаженная реальность, в которой нельзя сказать, что правда, а что вымысел. Не зря в проекте делается акцент именно на тумане. В Silent Hill даже добавили нечто вроде стелс-элементов, так как встреч с противниками лучше избегать. Особенно стоит отметить работу композитора Акиры Ямаоки, без музыки которого проект потерял бы огромную часть пугающей атмосферы. Конечно, все как всегда субъективно, но по мнению нашего автора, произведения, делающие акцент именно на психологической стороне ужаса, а не на различных монстрах и скримерах, пугают куда больше. И в этом Silent Hill очень сильна. Успех игры способствовал скорому появлению сиквела, который получился на голову выше оригинала. Но, к сожалению, после второй части каждый проект серии получался все хуже и хуже, за редкими исключениями, такими как Silent Hill Shuttered Memories и Downpour. Кстати, в 99-м году также вышла System Shock 2, которую на тот момент многие считали достаточно страшной игрой. И даже сегодня она может неплохо вас напугать. Команде Кена Левина удалось создать отличную смесь и Мерсив Сима и Сурвайвл Хоррора. Многие фанаты до сих пор ждут новый проект в серии, или как минимум ремейк оригинальных игр. После появления таких успешных серий, как Silent Hill и Resident Evil, индустрия стала полна игр, которые так или иначе пытались напугать игрока. Серия Project Zero или Fatal Frame, рассказывающая про особняк с призраками, от которых можно избавиться благодаря фотоаппарату. Рекомендуем всем любителям жанра. The Thing, основанная на одноименном фильме, определенно понравится всем любителям первоисточника. Eternal Darkness Sanity's Requiem, вышедшая эксклюзивно, кто бы мог подумать, на Nintendo GameCube. Игра получила хвалебные отзывы критиков, а главной ее особенностью стала так называемая Шкала Безумия, которая опускается и поднимается после совершения определенных действий. При первом варианте главный герой начинает сходить с ума и подвергаться галлюцинациям, а иногда игра и вовсе могла удалять сохраненные данные, отключать приставку, телевизор и геймпад. Согласитесь, достаточно пугающе, когда что-то, не обладающее разумом, пытается воздействовать непосредственно на нашу реальность. Так, вы куда там пропали? Мы думали, что вы уже выключили видео. Ладно, напоследок еще пару слов о жанре. Впоследствии хоррор-элементы стали добавлять и в шутеры. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, которая безусловно больше является хоррором, чем шутером. Doom 3, неумело пытающийся напугать игрока. Fear, в которой мы по большей части перестреливаемся с очень умным искусственным интеллектом, а в перерывах невольно ставим на паузу при появлении Альмы. И Condemned Criminal Origins, где агент ФБР с помощью одних лишь подручных предметов идет по следу жестокого маньяка-убийцы. Поворотным моментом для жанра была четвертая часть Resident Evil, которая стала последней, над которой работал непосредственно сам отец серии Синзи Миками. Очередные похождения Леона Кеннеди вряд ли можно было сравнить с тем, что из себя представляла серия до этого, ведь в этот раз в игре стало больше экшена, что не пришлось по вкусу многим фанатам жанра. Однако многие понимали, что вечно выдавать один и тот же продукт нельзя, поэтому все-таки что-то необходимо было менять. Стала ли игра от этого хуже? Определенно нет. Четверку нередко называют лучшей игрой серии. Миками удалось грамотно соединить экшен-составляющую и элементы сурвайвл-хорроров, благодаря чему у него получился почти идеальный представитель жанра. Конечно, стоило бы добавить побольше ужасов и головоломок, которые мотивировали бы заниматься исследованием. Но и в таком виде это настоящая классика. Впрочем, хвалить игру стоит и за то, что во многом она стала эталоном для жанра экшенов от третьего лица. Даже сегодня четвертая часть играется отлично, а многие проекты до сих пор не отходят от ее канонов. Собственно, зачем ломать то, что и так хорошо работает? К сожалению, следующие две номерные части Resident Evil сделали еще больший акцент именно на экшене, а шестая это и вовсе откровенный боевик в некоторых из сценариев. Но серия еще вернет себе былую славу, о чем мы расскажем в следующем ролике. Ну а на сегодня у нас все. Пишите в комментариях, интересен ли вам такой формат. В следующий раз мы закончим историю жанра, расскажем о его главных особенностях и, конечно, познакомим с идеальным его представителем. Как вы думаете, что это будет за игра? Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Они у нас выходят каждый день. Если же вам очень понравилось, поддерживайте наше творчество на сайте Патреон по ссылке в описании. Спасибо за внимание и до следующего раза здесь на канале XDelayed.